Всем привет! Это Таня Матаня! Наконец-то доделали мы наш замечательный, красивый... Посмотрите, какой красивый хозблок! Состоит он из нескольких частей, и вот это вот часть моя, вся моя. Я её столько продумывала, я теперь её вот так вот открываю, восторгаюсь, закрываю. Открываю, думаю, ой, как мне всё нравится, потому что я столько идей туда вложила, столько я всё продумывала. И я сейчас с вами поделюсь, и я думаю, что вот мои идеи, они вам обязательно пригодятся. Сейчас я вам покажу, расскажу, похвалюсь, все мои задумочки, всё расскажу, почему мы что-то делали, потому что у нас было очень много всяких мыслей, как лучше всё организовать. Сегодня у меня будет видео про нижнюю часть, это хозблок, где мои швабры-тряпочки, всё, как я храню, всё я вам покажу, как я всё организовала. И здесь я покажу, это овощной блок на моей лоджии. Я городскую человеку, мне не нужно там много большого достаточно хранилища, но всё-таки нужно хранить овощи. Ну что, заглянем? Ой, вот такая вот красота, только домохозяйки ценят, и поймут, что это вообще вот просто, ну не знаю, шедевр. Когда я увидела, что такие существуют, я прям сразу, у меня родилась идея, что мне нужен именно целый шкаф, то есть я полностью переделала лоджию. Смотрите, как всё висит теперь, и всё замечательно хранится. Брала я на Алиэкспресс, ссылку обязательно внизу в описании оставлю. То есть вы вот и достаточно просто берёте и шваброчку, да, пожалуйста. То есть я взяла, и всё это очень удобно, если я обратно повесила. Я могу и тряпочку не снимать, она будет там сушиться, потому что она в висячем положении находится. Ну, очень-очень-очень удобно. Дальше у неё здесь выдвижные вот крючки, вот такие вот. То есть можно что-то повесить. Вот это вот висит, я с Алиэкспресс, сейчас я поближе, тоже совсем недавно брала. Видите, вот уже стала накапливать влагу, потому что тряпки сохнут, и чтобы здесь влага никакой плесени не образовывалась, то вот такие вот влагоотделители мы взяли, вот выбрали такой. Тоже ссылочку оставлю внизу в описании. Ведро я достаточно давно брала. Под него мы сделали вот такую решётчатую полочку. У нас, в принципе, вот обрезки вот от этого оставались, потому что это мы полностью делали сами, этот шкаф. Но мы решили, у нас раньше под обувью был в коридоре вот эта вот решётка, мы её обрезали, потому что если что-то, даже вот тряпочку какую-то посушить, то вы видите, как легко можно всё это положить. Это пылесос наш, ну как-то мы реже всего стали пользоваться пылесосом. Дальше. Вот этот вот, видите, поверхность, ну я взяла для того, чтобы мне показалось, так будет проще ухаживать. Это такой резиновый коврик для кухни. Покупала я в Леруа. Ну попробую ссылочку я оставить внизу, чтобы вот... То есть мы всё делали под себя. Дальше. Вот это вот, я уже этот показывала, берёзка моя на заднем фоне. Вот это я показывала, это навесной, вот такое, видите, такая полочка. То есть, ну вот, перчатки сложить, ещё какая-то мелочь. Это вот для жалюзи я купила, ещё не тестировала. Ну, мне кажется, будет достаточно удобно. Вот видите, вроде, казалось бы, какие-то небольшие мелочи, но они делают всё удобно. Удобно доставать, удобно убирать. Вы понимаете, всё мы рассчитали, не лишнего пространства. Причём я так смотрю, в принципе, за временем, если мне понадобится ещё полка, в принципе, здесь куда-то можно ещё, да, вот, прикрепить там что-то, или подвесное что-то сделать. Но пока так, пока так меня устраивает. Дальше, двери. Вы видите, очень сложно было подобрать двери. Они достаточно тонкие, лёгкие, но мы искали, чтобы они были вентилируемые. Ну, потому что, представляете, да, если сплошную дверь сюда повесить, опять же, не будет отводиться влага. Ещё у меня был момент, я вообще хотела сделать сушку здесь, подвести электричество и сушку сделать. Ну, посмотрим, поэксплуатируем этот год, насколько это будет удобно. Про эти двери сейчас расскажу, сейчас рулетку возьму. Высота дверей получилась метр двадцать, на ширину сейчас покажу на сорок пять. Вот удивительно, что нам пришлось искать именно такой размер. Я думаю, что у многих ширина лоджии, вот у меня сейчас, я вам скажу, сколько, то есть у меня ширина лоджии, вот, сто пятнадцать сантиметров до подоконника. И, получается, я не хотела до конца сделать шкаф, то есть у меня шкаф получился девяносто сантиметров. Шкаф и по сорок пять сантиметров получились двери. Но, вот, в хозяйственных магазинах такой ширины двери ни в одном супермаркете, ну, гипермаркете строительном я не находила. Нашла только на сайте, если кому интересно, я ссылку оставлю. Дело в том, что у производителей очень часто бывает вот этот вот сорок пятый размер, но почему-то большие вот эти вот магазины строительные не закупают. Не знаю, с чем связан, то есть дверь на пятьдесят, на шестьдесят у них есть. А вот на самом производстве легко можно купить вот и на сорок пять. То есть у меня муж ездил на их склад, то есть вот четыре двери, такие мы там купили прямо напрямую, ни в каких магазинах, к сожалению. И получилось дешевле, то есть реально наценка, если вот покупать на складах именно производителей, наценка получается в два раза дешевле. Небольшую покажу, вот видите, у нас здесь. Удочки стоят, там еще что-то. Специально мы сделали такой не до конца шкаф. Почему? Потому что, видите, у меня из-за того, чтобы швабры поместились, да, по высоте, вы видите, они достаточно высокие, стандартные шкафы не подходили. И мы вот нашли когда размер двери, и под эту дверь уже делали вообще весь шкаф. Вот, ну, дальше я как-нибудь покажу. Не делали мы до конца, потому что, видите, высота, то есть получалось, либо мы должны вниз вдоль подоконника сделать и потерять такое достаточно много, либо это все как-то выпиливать, какую-то форму непонятную иметь. И при этом у нас еще вот здесь планируется, что у нас вот здесь будут лыжи. То есть вот здесь у нас будут храниться зимой лыжи. То есть мы заставили их, и все. Сейчас вот обогреватель здесь встал так аккуратненько. То есть когда заходишь, они теперь будут спрятаны, потому что раньше они у нас достаточно торчали. То есть вот так вот достаточно эстетично смотрится, я думаю. Покрасили мы в белый цвет, ну, потому что у нас напротив шкаф, он тоже белый. Обязательно я как-нибудь расскажу про всю нашу лоджию, про весь наш ремонт, потому что какие-то ошибки мы здесь сделали, какие-то советы. Про все расскажу. Ручки самые обыкновенные, прям что-то рубли 60. Ну, когда они нам подошли, я четыре ручки взяла. Давайте заглянем во вторую часть. Уже у меня попадали эти ящички. Вот так вот нас обустроилось. Очень жаль, что эти ящики в дворе рядом не встают. Я думаю, что у меня здесь еще, возможно, корзина какая-то появится. Но мы сейчас как-то примерили шланги. Они у нас здесь хорошо встали, поэтому мы здесь крючочек повесили для шланга, для пылесоса. И пока он стоит, то есть, ну, пока устраивает. Потому что все равно где-то его хранить надо. А для овощей нам пока достаточно вот этих вот ящиков. Раз, два, три, четыре, пять ящиков. И один у меня под раковиной. Вот в два таких ящичка влазит картошка, одна сетка картошки. То есть, вот знаете, сейчас вот такие сетки обычно продаются. Вот два полностью вы наполняете. Сейчас у меня здесь перчик. Видите, он сейчас заканчивается. Сюда я уже буду здесь хранить лук. Потому что, ну, просто у нас получилось так, что муж у меня привез много картошки. И мы как-то и прикупили одновременно, и он привез. Поэтому вот у меня сейчас картошка заканчивается, перчик заканчивается. Немножко по-другому здесь будет все организовано. Вот видите, чеснок у меня пока и свеколка здесь. Все это перейдет сюда, на это хранение. То есть, для городского человека, который покупает там, допустим, ну, ограниченное количество овощей, овощей, не хранит их, ну, мешками, как сельский, допустим, житель, да. Это очень-очень удобно, что ты берешь. И они действительно реально вместительные. Дальше, что я скажу. Следите, вот здесь вот у меня уже было, что вот когда что-то пропадает, вот один перец у меня начал подгнивать, и вот здесь вот сразу образуется конденсат. То есть, если вы видите, что внутри конденсат, я сразу все перебрала, сразу нашла то, что у меня начало подгнивать, убрала, и видите, все опять сухо. Открываются они и вот эти, и вот эта часть снимается. Вот, и вот это, кстати говоря, вот это вот у меня сначала хозблок, я хотела в этой части сделать. И мы вот швабры, видите, это вот от скотча буду оттирать. Мы хотели в этой половинке сделать и по-другому все организовать. Но шли у нас бурные споры. Дело в том, что для того, чтобы заходить, да, вот удобство, вот смотрите, сейчас вам объясню. Вот для того, чтобы заходить сюда, я просила, я говорю, мне тогда, если в этом ящике нужно, чтобы дверь сюда открывалась. Потому что я зашла, оп, поставила. То есть, вот видите, я захожу, например, по-быстренькому взяла это движение. А если сюда, обошло, и вот так взяла. Вы понимаете, вот это действительно неудобно. Для домохозяйки, для хозяйки, да, это неудобно. Убедить мужа сложно в этом. Я ему говорю, говорю, давай тогда, пусть у нас двери открываются, например, сюда. Он был категорически против, что это нарушит красоту, что вот пусть будет классически дверь открываться. То есть, мне теперь нужно зайти именно на лоджию, да. Но он предложил мне сюда перенести, чтобы мне проще было брать. Но я реально, вот я реально, какая разница, кроме меня никто не видит, что вот они вот в эту сторону две открываются. Нет, красота важнее. Ну, в общем, мы повелись на красоту. Он меня убедил, тем более ему делать, если я сама могла делать. И поэтому у нас эта дверь, хотя у нас здесь стенка, вот ладно бы здесь, здесь у нас нет посередине там разделения. Я понимаю, что там надо. Но вот нарушается симметрия. Ну, вот иногда функциональность и красота, они вот спорят друг с другом. Победила пока красота. Но за овощами я редко захожу, ну, реже намного, допустим, да. То есть, мне нужно всё равно вот открыть дверь, вот так вот её как бы обойти, да, и с этой стороны наполнять. Когда холодно и мороз, да, и что-нибудь за одним луковкой зашёл, тоже на самом деле неудобно. Но подметаю я чаще, чем за луком захожу. Поэтому я смирилась, думаю, ну, ладно, хорошо, пусть так, пусть в эту сторону открывается. Хотя мне было бы удобнее, чтобы хозблок был здесь, ну, не знаю, и в эту сторону открывался. В общем, мой мозг так работает. Надеюсь, вам понравилось, и вы возьмёте для себя какие-то идеи, что-то подчеркнёте, напишите, а как у вас всё организовано. И я сделаю обязательно, ну, не знаю, вот обзор какой-то вот своей лоджии полностью, но чуть попозже, потому что уже как-то холодно снимать на лоджии, может быть, к весне поближе. Я покажу, потому что у нас очень много здесь было таких вот нюансов по ремонту, которые выплывали. И если вот вы собираетесь, допустим, сейчас делать ремонт, то, может быть, вам будет полезно какие-то вот мои рекомендации, потому что вот когда уже начинаешь делать, сделаешь и думаешь, что ж, переделывать что ли. То есть, ну, бывают какие-то моменты. И я покажу, как у меня, у мужа здесь всё организовано, то есть, как, ну, потому что у нас здесь всякие инструменты, и вот эта вот вся вот эта вот мужская часть, как всё это организовано хранение, потому что мы всё это всё переделали. Так что оставайтесь на моём канале, я обязательно буду делиться полезными советами, которые обязательно вам пригодятся. Всем пока! Это Таня Матаня. Оставайтесь на моём канале позитивных идей. Субтитры сделал DimaTorzok